Побелка 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 морщинных зубов, ни этих самых, ни солнечных ожогов. Вот это мой личный совет. Ну, молодые, это у кого не задубелая кора, наверное, от одного до пяти лет, примерно. Некоторые более нежные бывают. Тут еще зависит от чего. Ну, возьмем яблоню. Ну, ветеран наших садов, такая, знаете, уже, я бы сказал, прошедшие огни и воды, она покрепче. А абрикос, да вон на моих абрикосах сколько солнечных ожогов, и никуда не денешься. Это плата за то, чтобы иметь вот такие плоды. Весенний совет для любителей все делать своими руками. Прививать умеете, умеете. Хотите где-то, как я, с юга привозить, садить и иметь новые сорта. Тут вступает действие метод тыка раз, и теория вероятности два. То есть берется вот такой саженец, вот можно на него направить, можно. Видите, сколько там можно сделать прививок. Вот. Можно было годом раньше отрезать у самой земли, просыпается несколько нижних почек, получается раз, два, три, пять веток. Каждую привили, метод тыка. Доставайте где хотите. У самых знаменитых садоводов. Вот. Лучшая из черемушек, лучшая с Москвы, лучшая с Киева, лучшая, если можете, и с этого, с Испании. Натыкали, смотрите. Почему так много? А потому что принцип один привил, один получил, никогда не сбудется. И вот перед вами результат. Прошло два года. Прекрасный саженец. Кстати, это лучшая сорта по сладости в России, в мире, в мире. Ничего попало. Трудно всем выдержать климат, трудно. Прекрасно развивается. Глядишь, плоды попробую. Веточку потом возьму, плоды попробую и переношу на. Вот он дичок, мощнейший, который не берет ни один мороз. И на него привью. А он уже к нему приучен, что там по двой моростойкая груша, что тут уссурийская. Второй смотрим. Хорош. Третий. Ага. А вот ветка умирает. Вот ветка умирает. Что-то не то. Еще годик подождем. Дождь в плодоношении. Попробуем, перенесем. Будем дальше работать. А вот, пожалуйста, не выдержала. Я еще не знаю, откуда не выдержала. То ли с Польши. Вот. Вот с Францией же у нас, к примеру, лесная красавица. Ведь добили же своего. Для будущих селекционеров метод ика. Как можно больше прививать. Не бояться. Рисковать. И добиться успеха можно брать количество. Пусть здесь пять сортов. Один-два останется навсегда. И я уверен, что я еще что-то в Сибирь перенес. И это же предлагаю всем заниматься. Как было 30 лет назад. У нас было много. Где они все? Кто в могиле, а кто уже и не может. Здоровья нет. Перед вами, друзья, двухлетний саженец. Выращен в горшке. Горшок немножко сдержал развитие. Он был бы вот таким. Но, тем не менее, прекрасное дерево. За два года заложило цветы. Вот. И не то, чтобы преждевременно. Цветы я бы не трогал, если бы оно росло уже на постоянном месте. Но этот саженец сейчас поедет за много километров. Значит, что получается? Цветет середина мая. Пересадка, если бы не горшок, была бы поздняя. И вообще не смел бы... То есть пришлось бы ждать осени. А осень, он был еще такой, еще такие корни. Значит, используем то, что 90% корней находится здесь. И часть корней только пострадала, потому что размер горшка полностью корни не вошли. Там дырки специально для связи с землей. Получается так. Нам нужно привести крону, сделать ее компактной в соответствии с размером корней. То есть корни нарушены. Переезд, стресс. Мы должны убрать примерно 50% кроны. Вот. Я отвечаю за эти слова, потому что это не принято. На рынке вот такие, корнево, садят, наверное, смерть. Демонстрирую. Вот. Где сейчас ростовые у нас почки, ростовые ветки? Только вот на приростах второго года. Вот первый год, а вот прирост второго года. Вот. Наверное, лучше было бы вот так смотреть. Сейчас мы вот этот чуть уберем. А вот этот развернем. Наверное, вот так вот лучше будет. Вот. Вот это самая мощная ветка. Она послужит основным деревом. Потом с помощью коли на новом месте она будет выпрямлена. Выпрямлена, выпрямлена. Вот так. Задача убрать полумикроны. Значит, в обрезке дело деликатное, мы делаем ее сильную, но под хорошо развитую почку, под таким углом, 45 градусов, чтобы не оставалось пенька. Это груша. Но особенно касается это яблонь. Почему? Потому что яблони сразу начинают отгнивать и пошла та самая рак. Поэтому яблони, я в этом году сказал, не трожьте даже при посадке. Уж садите как есть. А еще лучше не садите, потому что время ушло. Далее я привожу в соответствии с этой кроной. Это центральный проводник. Остальные, они имеют значение как более второстепенные. Торостепенные. Так. Вот. Здесь я выбрал. Ну, я выбираю ту, которая поможет дереву вот так вот расти. Здесь. Вот. Это центральный проводник. Вот эта ветка. Ветка конкурент. Не дай бог будет урожай, она может дерево разломать. Мы ее вообще делаем тростепенной. Вот. Новый хозяин может пить валидол. Был, но сильнейший это самое. Ну, цветы, как видите, убрались, убрались они как. Ну, просто попали под обрезку. Росло бы оно на постоянном месте. Пусть бы росло. Не трогал бы я их. Может, одна игрушка была бы, может, ни одной. Рано. Обычно пустоцвет. Просто характеристика, что в этом питомнике покупают довольно интенсивные сорта. Или так скоро плодоносящие сорта. Вот. Ну и смотрим, что еще осталось. Вот эту веточку еще привести в порядок. Вот. Небольшие веточки, которые бывают, попадаются. Я их, как правило, не трогаю, но тут их просто нет. Я их плодовая. Все. Теперь осталось тщательно замазать. Садовый вар, вар бугорковая рекомендую. Потому что даже в дождь, когда им мажешь, прилипает. И не отваливается, как другие более твердые вары, которые могут все временем отвалиться. Важнейший момент. Обратите внимание, видно или нет. Вот здесь вот белое пятнышко. Смотрит на юг. Для того, чтобы он при посадке будет смотреть на ГЭС. Для того, чтобы как обжигало. Вот, повернул в сторону ГЭС. Как обжигал его ветер северный, эту сторону, так и будет обжигать. Как солнце полило с этой стороны. И получается, вспомните, годовые кольца, их расположение относительно сторон света. Не дай бог, вот так вот незнакомый саженец повернули наоборот. И его шансы потери, несколько градусов морозостойкости. Только из-за того, что не сориентирован. У смородины головная боль – это накопление болезней и быстрая деградация. Теоретически 20 лет плодоношения. Но вторая половина из этих 20 лет – мелкая ягода, слабый вырожай и болезни. А болезни что? Опять опрыскиватели, опять яды. А что мы можем иметь? Ну, отральную ягоду. Значит, совет безжалостный. Жаль, что кусты молодые, но просто, ну, просто представьте чему зрительно. С пятого года жизни молодого саженца вы берете, выбираете самую мощную, красивую, рясную, всю в цветах ветку и отрезаете. На шестой год из оставшихся самую мощную, красивую, рясную ветку и отрезаете. И так вы будете резать все 20 лет. И все 20 лет, а с этой веткой, самой старшей, значит, самой мощной, ну, видно на глаз, что она самая мощная, вот, на ней и первая болезница и цепляется. Отрезали, сожгли, отрезали, сожгли. Вечное омоложение, вечно крупная ягода, вечно максимальное количество вне сахара. И борьба с болезнью естественная. То есть болезни уходят с отрезанной веткой в костер. Вот. Таким образом удается избежать деградации все 20 лет. А так приходишь в сад, а там смотреть-то не на что. А где-то с пятого-седьмого года начинается деградация. Вот все хотел сказать. Ну, и заодно уже, как раз говорим про смородину. Покупая смородину на рынке. Вот. Ну, подойдите вы к Федоренко. Подойдите еще там. Вы знаете, может, еще продают, но я не всех хорошо знаю. Но главное что? Смородина, главное, как она выращена. Если семечко, дикарь. Если укоренением, культурное. И теперь как? Горшко подошли, дернули. Если не боитесь по морде получить. Потому что выдернули, значит, халтура. Вот. Вы можете что угодно увидеть. Но укоренение только если проверенный продавец. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.